Новое соглашение, подписанное в октябре на саммите главправительств СНГ, значительно осложнит работу историков-исследователей. Теперь при рассекречивании бывших советских архивов, в частности архивов КГБ, требуется согласование стран-участниц. В первую очередь Россия – инициаторы засекречивания архивов. Эксперты опасаются, что необходимая информация вновь будет закрыта. Несмотря на 20-летие независимости страны, в нашей истории ещё много белых пятен. Когда Москва будет контролировать наши КГБ, исторические архивные дела, тогда, естественно, очень осложняется написание насильств. Следователи не имеют возможности писать достоверную и объективную историю. Я считаю, что это очень негативный подход. Прежде всего, это касается массовых репрессий 30-40-х годов. С 1937 по 1938 годы в Казахстане врагами народа объявили более 100 тысяч человек. Около 30 тысяч были расстреляны. В том числе весь свет казахской интеллигенции – Турары Скулов, Сакен Сейфуллин, Алихан Букиханов и многие другие. В республике располагались два самых больших лагеря – Карлак и Алжир. Все дела политзаключённых хранились в НКВД. При этом подлинных документов осталось очень мало, говорят историки. Большая часть из них уничтожена. В 1939 году сменился Берия. Берия сменила, значит, Ежова. Значит, уничтожали архивы. В 1953 году умер Сталин. Уничтожались архивы КГБ. МГБ тогда называлось. В 1956 году 20-й процесс был. Критика Сталина была, культу личности. Тоже уничтожались архивы. В 1962 году уничтожались архивы. В 1986 году при приходе Горбачёва тоже уничтожались архивы. Только сейчас начали рассекречивать данные о Гладоморе и коллективизации. В Казахстане с 1931 по 1933 года по разным данным умерло от 1 миллиона до 2,5 миллионов человек. Лишь к 70-м годам казахи восстановили свою прежнюю численность. На Украине данные о Гладоморе обнародовали несколько лет назад. Виктор Ющенко в своё время инициировал информационную кампанию о жертве Гладомора. А вот то, что печатают украинцы, публикуют украинцы, у них явно политический подтекст. Вот именно с тем, что Украина получила независимую стремление к Европе, она хочет уже отбросить себя советской, что советская и навязана, и вот в том числе и Гладомор огрушил. Как считают учёные, возможно, именно это сподвигло Россию контролю над доступом к советским архивам. В Украине поднимали до ООН Объединённой Нации вопросы Гладомора, обвиняли Москву, да? Ради такого вопроса можно всю эту весь архив, опять же, понимаете, на долгое время сделать недоступным. После декабрьских событий 1986 года большинство досье отправили в Москву. Нашим учёным удалось восстановить картину тех дней лишь на 70%. Остальная часть таких хранится под грифом «секретно». Если так будет закрыто, я вам скажу, что такой будет установлен контроль, то историки будут откопить от изучения данного периода. Этот период, значит, история опять же остаётся белой пятной. Ассайля Султан, Олег Кишинина, Сеткун-Токпаев, телеканал Алматы.